Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать свою первую снасть для нахлыста и о том, как собрать свой первый нахлыстовый комплект. Ну что, поехали? Сегодня у меня ассистент Наталья. Она будет показывать вам, что такое нахлыст, что такое нахлыстовое удилище, что такое нахлыстовые катушки. Так что мы сегодня изучаем эту тему довольно-таки глубоко. И тесно. И тесно. Что такое нахлыстовое удилище? То есть, имеется достаточно длинная пробковая катка спереди и сзади достаточно длинный батк сзади. Что необходимо? Учитывая при выборе удилища. Первое, это водоем, где мы собираемся ловить рыбу. На какую-либо идешь, такую палку надо выбирать. Логично. Если большая рыба, большая палка, мощная палка. Маленькая. Маленькая рыба. Ну не маленькая, а вот тоненькая. Что-то плавно передоставить в другую рубрику я тебе скажу. Совсем не только этого хотелось бы рассказать. И вот возникает вопрос. А что будет, если на удилище легкого класса, да, попадется крупная рыба? Сломается она улыбка? Наверное, да? Нет, она не сломается. Вот смотри, на легком удилище, так как у нее сдерживающая стационность меньше, то есть она слабенькая сама по себе. Вытащить крупную рыбу сложнее. То есть у людей более мощное, естественно, там мощности больше, оно более упругое, более толстое. Как следствие... Ну, в общем... Там все холодно. Нет, там просто как бы это... Забанит... Не наглаживает тубус. Прости. Он сам бросится. Это ужасно. Понимаете, друзья, вот с таким ассистентом я вот уже, короче, два часа пытаюсь снять видео, у меня ничего не получается. Мысли совсем другого плана почему-то. Пх... Я даже... Я выбираю шспыр... Шпыр... Шпырболка. Шпыр-шпыр. Я выбираю шпыр, шпыр. Шпыр... Мг. Это же хорошо когда плыненькая. Мг. Вот так, шпыр. Угу. Какой тык-тык, давай. а